Привет! Меня зовут Миша Ронкайнен, и я хочу узнать, как выглядит День Депутата Государственной Думы. Чем он живет? Что он ест? На чем перемещается? Но я не хочу, чтобы это было постановочно, как-то заранее спланировано, согласовано. И вот что я придумал. Я оставляю съемочную группу операторов, звукорей, осветителей на базе, беру телефон, обычный телефон, и иду снимать депутата в лайф-режиме, в режиме жизни. Один человек не стесняет действия депутата. Я тоже чувствую себя свободно, могу элементарно в такси запрыгнуть с депутатом. А такси, кстати, у нас сегодня будет. Думали, все депутаты ездят на машинах с персональным водителем? Неа, досматривайте видео до конца. Это проект День Депутата. Погнали! Сегодня я с Михаилом Геннадьевичем Делягиным, депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». Михаил Геннадьевич – экономист, в политике давно, с начала 90-х. Был главным аналитиком аналитического управления президента Ельцина, советником и помощником премьер-министра Примакова. В общем, человек с опытом и харизмой. Выливать свою харизму Делягин начинает на меня сразу же при встрече. Один депутат, один терминал по обработке писем. Понимаете? И вот сколько их туда насыпалось, я не могу посадить трех человек на обработку этих писем, потому что терминал один. И с этим ничего сделать нельзя. Какой терминал? Компьютер, который подсоединен к системе в базе данных. Он только один. Второй не дадут. Да, присаживайся, пожалуйста. Речь про терминал по обработке обращений от граждан. Если вы не знали, любой человек может написать депутату на сайте Госдумы, и вот это сообщение попадает в терминал в кабинете депутата. А терминал только один. И человека за него можно посадить только одного. Это значит, что пропускная способность ограничена одним человеком. И если обращений много, то они накапливаются в большую гору. Михаил Геннадьевич недоволен. Он любит работать с гражданами. Вот сейчас мы в его общественной приемной на юге Москвы, куда тоже может прийти гражданин и рассказать о любой своей проблеме. Реально любой. То есть вы по ипотеке купили квартиру. Вы ее ипотеку выплатили? По моему объеме выплатила есть подтверждающие документы о том, что у меня на руках закладная. И понимаете, у нас... Право собственности вы не вступили? Я вступила. Вступили в право? Я в данное время сейчас... Она продается? Да. Меня, понимаете, сейчас не могут туда вселить. То есть, ну, это, понимаете... То есть, врезали чужие замки? Да. Вы в квартире сейчас физически живете? Нет. То есть, вас оттуда выселили? Вы выселили ногами вперед с другого ребенка. Кто выселил? Судебные приставы. По решению суда. Понимаете, вот сейчас у нас таких пять семей. Саша, первое. Вострекиное. Все из преступления в особой дерзости. У меня через доли женщина, которая не имела права на квартиру, отнимает доли и перепродает рейдерам. Просто, чтобы вы обратились куда-то, понимаете, потому что генеральную никто не слушает. Игнорируют. Кто-то пересылает друг другу. И какую часть тех задач, которые, вот, проблем, которые вам озвучивают, получается решать? Одна пятая, одна шестая. Это много, на самом деле. Вы законодатель, плюс еще и ученый. И к вам обращаются по таким делам, которые, по идее, должны решать полиция. Так, у нас не работает правоохранительная система. И у нас люди полностью лишены доступа к правосудию. Вот и все. А зачем вы тогда делаете то, что вы делаете? Зачем вы организовали этот прием? Пока есть надежда избежать катастрофы, надо стараться и избежать. Ну, на самом деле, мне это важно, потому что люди меня избрали, и я им должен. Ну, грубо говоря, моя зарплата месячная превышает годовую зарплату большинства граждан Российской Федерации. 70%. Я отрабатывать должен? Значит, это в Ростову. Сколько вы получаете? Если грубо, по-моему, 387 тысяч. Плюс на помощников. Прием занял три часа, и мы едем в информационное агентство «Аврора» в центре Москвы. Это дружественная Михаилу Геннадьевичу организация, у него там свой кабинет есть. А едем мы снова на прием граждан. Не удивляйтесь, Делягин очень любит общаться с людьми. Едем на служебной машине, но поскольку Михаил Геннадьевич, так сказать, рядовой депутат, не занимает должностей председателя в каком-либо из комитетов Госдумы, постоянные машины и водитель ему не положены. Он заранее звонит в думскую диспетчерскую и заказывает так называемую развозную машину. Фактически это такси, но только для депутатов. Служебная машина для служебной надобности. То есть на встрече с избирателями, со встречи с избирателями, я отъеду на служебную машину. Если у меня здесь стрим, и это как бы мое частное мероприятие, и я... Блин, надо пристегнуться. А где у вас здесь? Справа, справа. Хорошо, вижу. Все вижу. Потому что ребята сейчас очень убедительные. И я вижу, я еду поесть в пирожное, в кафе, то, простите, я, конечно, теоретически могу вызвать, но это будет не совсем хорошо. А предлагали вам взятку когда-нибудь? Конечно. А когда это было? Ну, за все-то много раз было. Расскажите. Ну, это все было так смешно. С пришелья Гайком я у премьера работал. Приходит, его, значит, сотрудник охраны говорит, слушай, вот надо вот такую бумажку предложить третьему начальнику. Очень полезно. Я смотрю бумажку, там бред полный. Типа отдать дяде Васе, не все перерабатывающие зовут. Я говорю, классная идея, говорю. А вообще, что это бред, что это незаконно, что это идиотизм. Он говорит, ну, вот пригласят на стоянку, выберите любую машину, которую захотите. Потом на этой стоянке взяли начальника департамента Минфина. Так что у них, судя по всему, была одна для всех проверок. Вот, классная идея, только я машину не вожу, это деньгами. И, вы знаете, я экономист, я очень плохо с ними обращаюсь, я их теряю всегда, меня грабят все время. Поэтому, знаете, давайте вы ближе к начальнику сами докладываете. Я могу про это доложить, со справкой, что это бред собачий, это недопустимо. Ну, проверку прошло. То есть это была проверка на фроне? Конечно, это была проверка. Но потом ровно на той самой стоянке приняли начальника департамента. Все, спасибо вам огромное, счастливого пути. Да, и вам хорошего вечера. Извините, что Михаилю водитель. Спасибо. Итак, кабинет Михаила Геннадьевича в информационном агентстве «Аврора». Сразу видно, обставлен с любовью. Но времени особо разглядывать кабинет нет. Делягин опаздывает на стрим. Да, он стримит на ютубе для подписчиков своего канала. И сейчас по графику как раз время включаться. Но что-то идет не так. У вас нет доступа к этой странице, это что такое? Так, ладно, давай сюда. Вам закрыли к нему, если бы вы... Вам закрыли к нему доступ. А что это дело? Подожди, а куда ты вообще зашел? Вот. Потому что ты зашел в Делягин Михаил, от Джимаила, тебе нужно в «Арфеникс». А-а-а, господи. Здравствуйте, дорогие друзья. Я приношу глубочайшие извинения за задержку. Это связано с моим техническим кретинизмом. И с опозданием в результате того, что я ехал со встречи с избирателями. Несет ли США упреждающий ядерный удар по Российской Федерации? Нет, бред этот собачий. Извините. Цены на жилье новостройки останутся на прежнем уровне. Хорошие новостройки будут дорожать, все остальные, скорее всего, будут дешеветь, но очень-очень-очень медленно. Потому что монополизм никто не отменял. Как простому избирателю влиять на работу Думы и эффективность и сообразность тех или иных законов, которые нужны в данный момент? Простому избирателю, во-первых, писать в социальных сетях, поскольку государство все это анализирует достаточно тщательно. Во-вторых, чтобы повлиять на господ депутатов, пишите им. Вы говорите, что в долларах можно держать деньги максимум до лета следующего года. Нет, спокойно. А летом нужно смотреть. Потому что, может быть, можно будет держать и дальше. Почему я голосовал за Володина? Еще раз, потому что Государственной Думой должен управлять человек, который способен управлять. Когда перестанете поддерживать воров и олигархов в стране? Я не поддерживаю воров и олигархов в стране, если вы смотрите, что я говорю и следите за тем, что я делаю. Когда мы умрем. Хороший опыт. Ты что, опоздал хрен очкастый, Игорь Вячеславович? Да, я опоздал. А хрен здесь улыбка. Оскорбления помните какие-нибудь? Может, креативные были оскорбления? Вы знаете, у меня одно оскорбление висело, заламинированное просто на стенке, как награда. Потому что в 2014 году я давал комментарии. Летом какой-то бордатенький мужичок в шортах подбежал. Для меня мужичок, он себя, наверное, воспринимал как молодой 40-летний юноша. И положил на бумажку надпись, на котором была написана путинская подстилка. Она у меня висела как награда на стенке, но потом куда-то задевался. Стрим закончен, самое время для обзора кабинета. Можете ли вы показать свой кабинет, рассказать, что здесь, что есть? Потому что это интересно, у вас он очень... Вот елочка, мы непрерывно празднуем Новый год. Вот это глобус, который принадлежал еще для моей сестры старшей, которая на 15 лет меня старше, вот он со мной живет. Это библиотека старой архивы журнала «Бырший Вик», который потом стал коммунистом. В 91-м году стал свободной мыслью, я его издаю с 2012 года. Вот эту фотографию мне подарили, значит, флаг победы над Викстангом. Это господин Рогозин. В свое время я сидел в кабинете, в котором он не заплатил за аренду. Годика за три, так рассказывала хозяйка. Поэтому некоторые картины я получил в качестве трофея. Вот это, вот это, вот это. Это ваш любимый кабинет? Ну, это мой кабинет, скажем так. Мой любимый кабинет, знаете, в Кремле, где я сидел. Это был действительно хороший кабинет, но этот корпус снесли. В Кремле, когда вы работали кем? Когда я работал сотрудником группы экспертов Ельцина, и потом я работал референтом, помощником, президентом. Опять-таки, в Ельцина. Кабинет был хороший. В 90-е всего. Я его отжал у кремлевской библиотеки, извините за мой французский. Он действительно был хороший. Хотел узнать, как у вас в 90-е всего? Я работал 6,5 дней в неделю по японской схеме. Доработался до полного разрушения нервной системы, но потом остановился. Как это выглядело, что ваша нервная система разрушилась? Ну, вы начинаете болеть от любого чиху, а точнее иммунитета у меня не было. Ну, когда я работал на Старой площади, то уже все знают, что если Делягин начал мяукать и кидаться предметами, значит, нужно в отпуск срочно на две недели. Это не шутка, вы кидались предметы? Я мяук. Кабинет двухкомнатный, и вся вторая комната завалена книгами. Собственными Михаила Геннадьевича и Института проблем глобализации. Это аналитический центр, который он создал и возглавляет. Книги про экономику, политику и даже про то, кто управляет миром. То есть, кто управляет Европой, например, по мнению Михаила Делягина? Европу управляет Англия, английская сити и немножко американцев, и немножко немцев. Немцы управляют анчагами в Восточной Европе, а сами они абсолютно управляют. Кто управляет американцами? Глобальные корпорации. Ну, слушайте, глобальный управляющий класс, это все изучено, это все описано, это сложная структура социальных вихрей, которые людей всасывают, людей выплевывают. Какие у вас сейчас планы? Конкретно сейчас я собираюсь пойти съесть лучшее в Европе тирамису. Едем в кофейню с лучшим тирамису. Это уже необязательная программа депутата, думская машина для таких поездок не положена. Михаил Геннадьевич вызывает такси. И представьте себе, таксист оказывается подписчиком и фанатом Делягина. Это признание. Я слушаю, и мне нравится, мне позиции у нас как бы сходятся. Зачем вы вообще пошли в Европе тирамису? Вы в госпарате с 90-х годов? Я пошел потому, что это возможность на что-то влиять. Все равно. Это большая возможность влиять на повестку дня, влиять на принятие решений, чем просто быть аналитикой. Ну, влияние – это инструмент. А для чего вам этот инструмент? На что вы хотите влиять? Я очень хотел бы, чтобы через 10 лет в России можно было жить. Через 10? Да. Это фундаментальная проблема, потому что, если динамика разрушения и разграбления страны будет продолжаться так, как она идет сейчас, последние треть века, то через 10 лет это будет территория для жизни непринга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я несу, пожалуйста. Вот, значит, один кисленький капучино, два кисленьких капучино и одна минеральная вода без газа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы нашли это место? Просто гулял. У меня было большое количество хипстеров. Интересовался, что за место. Мне вот очень понравилось. Термесу и правда вкусный, воздушный такой. Но удивил меня не он. Удивило меня внезапное признание Михаила Геннадьевича. Девушка рядом с ним, которую я принимал за помощницу, на самом деле не помощница. Вернее, помощница, но и еще кое-кто. Обмылдишься, что я жена твоя, но я буду молчать. Да, после этого Лиза моя жена. Мы так резко. Вот жене тоже нравится. Вон там причал, Усинский мост. Это последняя точка речных травочек. Я тут спрашивал депутата Лугового пару дней назад, хотел ли бы он, чтобы вернулся в Советский Союз. Его работа депутата направлена на то, чтобы его вернуть. И он сказал да. А что бы вы ответили на этот вопрос? Советский Союз был самой гуманной цивилизацией в истории человечества. Вы знаете, быть дворником в Советском Союзе значительно более комфортно, чем быть депутатом в Российской Федерации. Я бы хотел вернуться в Советский Союз. Я бы хотел вернуть Советский Союз. Я сделаю все для того, чтобы это осуществить. Потому что это самое гуманное, что было в истории человечества. Представьте себе, что нет преступности. Ее просто нет. Потому что в нашем сегодняшнем понимании преступности не было. Представьте себе, что когда кто-то совершает аморальное действие, а этот человек испытывает проблемы. Или он должен очень сильно маскироваться. Представьте себе, что вы можете зайти, вызвать врача, и к вам придет профессиональный врач, который вас будет лечить очень и очень хорошо. За бесплатно. Представьте себе, что если у вас есть какие-то таланты, то вам будут садиться на голову, стараясь помочь вам их раскрыть. А если у вас нет никаких талантов, то ваша жизнь все равно гарантирована. У вас все равно будут деньги. Вы все равно будете жить нормально. Да, безусловно, было очень много проблем, очень много недостатков, пороков. Я про эти книжки пришел. Потому что если бы Советский Союз был идеальным, мы бы в нем жили до сих пор. Но по сравнению с сегодняшней нашей жизнью, это чудовищный регресс. Это чудовищный регресс. Меня зовут Михаил Делягин. Я вам очень благодарен за то, что вы провели со мной часть моего дня. Не слишком загруженного по-моему, сегодня суббота. Ну а теперь мы с моим желаем пойдем гулять. Счастливо. Друзья, это был день с Михаилом Геннадьевичем Делягиным. Умным и харизматичным человеком. Впрочем, депутатами Госдумы другие не становятся. Меня зовут Миша Ронкойнен. Увидимся в следующих выпусках проекта «День депутата». Пока. Субтитры создавал DimaTorzok